Знаете, я почему-то уверен, что вам немало известно о Луне, Венере и, конечно же, о Марсе. Все-таки это наши потенциальные кандидаты на колонизацию или хотя бы на долговременную базу. Но что же вам известно об остальных небесных телах? На каких планетах моря из газа? А какие из них скованы льдом? В этой серии выпуска я постараюсь приоткрыть эту завесу тайны и рассказать вам что-нибудь интересное о далеких мирах. А начну я, пожалуй, с конца. Подскажите, пожалуйста, что вы сейчас видите на этой фотографии? Это не четкое фото пылинки под лупой? А быть может это просто кучка сбитых пикселей? Нет, это Плутон. А вернее, это его самая первая фотография. Согласитесь, по ней мало что можно понять, очень не информативно. Людям в те годы оставалось только предполагать, и многие убедили сами себя, что в Плутоне нет ничего интересного. Но у них были на это основания, все-таки это небесное тело находится настолько далеко от Солнца, что, наверное, промерзло до самого ядра. Но, как оказалось, Плутон имел свои сюрпризы, о которых я сейчас и расскажу. Человек привык изучать далекие небесные тела при помощи так называемых АМС, автоматических межпланетных станций. Называния как бы намекают, что это должна быть огромная такая крутая станция в стиле ретро-футуризма, но нет, это просто небольшой зонд, способный летать длительные годы. Например, зонд Новые Горизонты, запущенный в январе 2006 года. Его основная миссия – это изучение Плутона и его спутника под названием Харон. То, как вы знаете, с древнеегипетского означает имя перевозчика душ умерших людей через реку Стикс. Символично. Во-первых, мы наконец узнали, как выглядит Плутон. Вот он, красавец, с пятью спутниками. Он в шесть раз легче Луны, а его общая площадь сопоставима с площадью России. Он делает один полный оборот вокруг Солнца за 248 лет. Это, кстати, называется сидерическим периодом. А область, похожая на сердце, на Плутоне, это не что иное, как скопление азотистого льда. Казалось бы, что тут такого? Но на самом деле эта область является своеобразной системой климат-контроля. Лед там превращается из воды в пар, а через некоторое время конденсируется и вновь выпадает на поверхность в виде осадков. Но это вряд ли похоже на обычный дождь. Этот пар перемещается скоростью около 32 км в час и играет важную роль в климатических процессах. Кстати, многим вполне себе кажется, что Плутон является обычной такой незаурядной карликовой планеткой и, в общем-то, безатмосферным миром. Тем не менее, у Плутона есть собственная атмосфера. Вот она на этой замечательной фотографии. Да, она далеко не такая плотная, как наша, всего-навсего около 1-100 тысяч надземной. Тем не менее, она все же существует и в ее пределах дуют ветра, попадают осадки и происходят другие интересные процессы. Плутон, вопреки распространенному мнению, все же не промерз до основания. То есть, да, это ледяной мир, там много льда. Но глубоко под коркой льда есть океан. И мы не можем исключать в нем наличие жизни. Ведь ядро карликовой планеты все еще не остыло до конца. Кроме того, у нас есть основания полагать, что на планете есть вулканическая активность. И, кстати, тут важно понимать, что речь идет не о многоклеточных формах жизни, а исключительно о простейшем. Если бы мы сегодня решились отправить на Плутон аппарат с боровой установкой, у нас бы мало что вышло. Ведь нам бы пришлось сделать скважину глубиной около 300 километров. А я напомню, что современный рекорд принадлежит польской сверхглубокой скважине, чья глубина немногим больше 12 километров. Да, в некоторых местах на Плутоне океан находится ближе к поверхности, но не до такой степени. Плутон. Достаточно красивое место. Во всяком случае, его география далеко не так примитивна, как может показаться на первый взгляд. Там есть горы и каньоны, дымка, туман, ледяные пустыни и дюны из метанового льда. Всем энтузиастам, которые пожелают прогуляться по его поверхности, определенно потребуются теплые вещи. Ведь средняя температура составляет около 220 градусов Цельсия ниже нуля. Эта карликовая планета уже около 1 миллиарда лет как должна быть геологически неактивна. Что в общем-то ей не мешает опровергать наши ожидания. Как видите, этот холодный и далекий мир оказался гораздо более интересным, чем казался изначально. По завершению выпуска я хочу познакомить вас с некоторым любительским термином. Оплутонивание. Или же оплутонить. Что, конечно же, означает поднижение небесного тела в условном звании. Как это и произошло с Плутоном, когда его исключили из списка планет. А на этом все. Пишите в комментах, чем вас удивил или наоборот не удивил Плутон. А еще можете поставить лайк, если вам, конечно, понравилось. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok